2551 это один из моих каналов, у меня всего их 4, вот один из них этот. И я хочу рассказать вам, что на самом деле ощущает человек с этим каналом, как он ощущается, как проявляется, как не задавить себя, эту силу в себе, не стопорить её, а это очень легко застопорить, потому что это вообще не социально приемлемая энергия, ну вот это вот то, что мы хотим делать относительно проявления этого канала. И хочу рассказать основные заблуждения про этот канал, потому что что я только не читала про него, и большинство это какая-то непонятная фигня. Меня зовут Вика Манифестер, я 9 год изучаю дизайн на своём собственном эксперименте, применяю его в своей жизни, это называется эксперимент. И я аналитик дизайна человека, рассказываю вам, что значит ваш дизайн. Подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео про тебя, пиши комментарии обязательно по теме видео или по теме того, что ты ещё хочешь от меня узнать и услышать, что ты хочешь, чтобы я сняла. В общем, 25.51, канал инициации, дизайн потребностей быть первым. И вот эта вот потребность быть первым часто трактуется другими людьми, как конкурентность, желание конкурировать. Так вот, совершенно это не тот смысл, это вообще не про конкуренцию. Сейчас расскажу, почему и про что это на самом деле. Я просто себе здесь пунктики написала о том, что вам рассказывать в этом видосике. Не конкуренция, потому что конкуренция это когда я хочу быть лучшим относительно кого-то. А здесь потребность быть первым, первым, первопроходцем, понимаете, на пути, на своём пути, там, где ещё никого не было, там, где ещё никто не ходил. И это не желание, и это не там мечтание, стремление, это потребность. Потребность, это значит, что её нужно удовлетворять. Это из-за разряда, не знаю, еды, сна и вот чего-нибудь такого. Это почти что базовая потребность для человека с каналом 2551. И в чём проблема конкуренции? Почему мы всё-таки думаем про конкуренцию, что у нас есть эта тема относительно этого канала? Потому что когда мы обуславливаем других людей, то есть я как носитель канала обуславливаю других людей собой, то есть я свою энергию приношу везде, где я есть, да, я что-то излучаю. И другие люди ловят эту энергию, обуславливаются, называется, ею. Если у них открытые центры, они её там, короче, не суть. Механику давайте я вам в другом видео расскажу. Кстати, если интересно, базовая механика дизайна, как это всё работает чисто вот технически, физически, напишите мне коммент, Вика, интересно про механику, я запишу вам этот видос. Так вот, когда мы обуславливаем других людей, они обуславливаются той энергией, которая есть внутри нас, вот конкретно этой. А у меня внутри есть моя энергия идти моим путём, да, то есть каким-то вот моим выбранным путём. И если мы с вами, ну то есть я как носитель канала, вы как носитель этого канала, некорректно проявляемся, мы находимся не на своём пути. И когда мы приносим эту энергию с собой, мы включаем потребность идти своим путём, быть на этом пути первым, но мы же не там находимся, где надо. И поэтому люди, получая эту энергию, они начинают хотеть быть быстрее нас. Быстрее, выше, сильнее, то есть пытаются, начинают с нами конкурировать. То есть я пришла, эту энергию принесла, они её обусловились и начинают со мной конкурировать. Причём на моём пути. То есть им туда, может быть, не надо, мне туда, может быть, не надо. В смысле, если это не мой путь, если я некорректная, в ложном я живу, и куда-то прихожу, и это не мой путь, я сама иду непонятно куда, они со мной ещё и конкурируют в этом во всём, вообще дичь какая-то происходит. И Раур Хо, это, вы знаете все, кто это, у него тоже был канал 2150... Блин, 5125. И он рассказывал о том, что если он приходил тренироваться бегать, у него не очень сильно это хорошо получалось. И он хотел уже уйти с этих тренировок, сказать, что типа всё, хватит. Но тренер такой, а давай ты уйдёшь после соревнований. Потому что когда ты выходишь на поле, все остальные бегут быстрее. То есть мы приносим с собой энергию стремиться, энергию, потребность быть первым. Но это не всегда обуславливает людей быть собой. И иногда это обуславливает людей в целом конкурировать. Но мы конкуренцию ненавидим. Я ненавижу конкуренцию. Я не хочу выяснять, кто из нас лучший. Идите в жопу. Я не хочу этого знать. Я не хочу сравнивать себя ещё с кем-то. Вообще нет. Я хочу быть первой. Первой. Той, кто решится на что-то смелое, на что-то, на что другие люди не способны решиться. Та, которая будет единственным, первопроходцем, вот в этом способе работы, в этом способе жизни, в этом способе выражения себя. В чём угодно. Первой. А значит лучший. Потому что, ну, нафига мне с кем-то сравнивать, если здесь никого не было. А никого не было, это значит настолько это недоступная штука, что только я смогла здесь пройти. Вот чего мы хотим. Это сила эго, сила воли шагать в неизвестное, в одиночестве. Но я про это сейчас попозже чуть-чуть расскажу. В общем, вы поняли, что это не конкуренция как таковая. Это не желание конкурировать, это обуславливание людей конкурировать друг с другом, когда мы просто вот приходим в это поле. Когда обуславливаешь других, ты обуславливаешь их собой. Поэтому, когда ты некорректен, они начинают хотеть быть первыми на твоём пути. Такое тоже бывает, что если мы некорректные, приходим к кому-то, они начинают чувствовать, что они способны шагнуть в наше неизвестное. В наше неизвестное. Ну, они нет. И они начинают конкурировать, у них фигня получается, у нас фигня получается. Хотя, может быть, у них даже получается. Неизвестно, сия неведома. Ну, в общем, дальше. Если ты корректен, как носитель 25-51, ты идёшь своим путём, своим, а на этом пути никого нет, потому что он твой. На твоём пути нет никого, потому что он твой. Это логично, да? Зачем я это второй раз ещё повторила? Поэтому ты там первый. Мы хотим вот этого. Контур, центрирование. Это... Сейчас расскажу, что такое свой путь. Что такое контур, центрирование? Во-первых, контуры — это... Очень долго объяснять, что такое контур в дизайне человека. То, как течёт энергия в карте. Есть вот маленький контур, контур, центрирование. Там всего два канала. И это энергия индивидуала, индивидуальная энергия. То есть это не про людей, не про коллектив, не про племя. Это я как личность, как человек, как вот индивид способна что-то сделать. И если я способна совершить этот шаг, то человечество, как вид, способно совершить этот шаг. Но всегда есть кто-то первый, кто это делает. Сгласитесь. Всегда есть тот, с кого это начинается. И вот 25-51 — это те, с кого всё начинается. По идее. Ну, не всё, но какие-то вещи, которые неизвестны и шокируют. Потому что 51-е ворота шёлка шокируют в том смысле, что это такое неведанное, неизведанное, такое неизвестное, в которое страшно пойти, для которого нужна смелость и сила воли, потому что это эго-центр. Так вот, что такое свой путь? Свой путь. Это когда вот у индивидуала свой путь, когда есть какие-то коллективные дороги и способы коллективные, которые известны, которыми вот проторённая дорожка, коллектив ею идёт. Или есть племенные, то есть коллектив — это просто люди, собранные вместе, а племя — это мои люди, с кем мы строим отношения, мы с людьми строим семью, я не знаю, бизнес, то есть что-то строим вместе, мы с ними связаны, в связке находимся. Я им, они мне помогают, поддерживают. Так вот, племя тоже, вот ты идёшь, но ты связан с племенем, и твои действия могут на нас повлиять, а наши действия могут на тебя повлиять. Поэтому давай-ка ты будешь ориентироваться на то, что есть в племени, да, вот эта племенная штучка, а здесь индивидуальная штучка. Ну, в смысле, энергия, да, движение индивидуальное. В смысле, мне пофигу абсолютно на других людей. Я делаю то, что я могу делать. Здесь даже не столько про «хочу», вообще, там не совсем про «хочу». Это эго-сила, энергия. Это сила что-то сделать. И если я могу это сделать, у меня этот импульс пошёл, я это делаю просто потому, что я могу. Там такое как бы «хочу», если честно, я не чувствую в этом канале, окей. Может быть, вы чувствуете в своём 25-51 энергию «хочу». Но вот шагнуть в неизвестное и испытать этот шок не очень-то мне хочется. Давайте я вам вот правду, я вам скажу. Мне не очень этого хочется. Но если я могу, я понимаю, что вот там что-то есть. Варианты какие? Не ходить? Фиговый вариант. Мне не понравилось, я не ходила. Ну, в общем, не совсем про «хочу». Это больше про «я могу» и «я шагаю». Но в этот момент все люди вокруг, кто это видит, почти никто не сможет вас поддержать. Вас смогут поддержать только такие же чокнутые индивидуалы, которые понимают, что вы делаете. Но это не их путь. Да, это не их путь. Они просто понимают, что вы делаете. Они с уважением наблюдают за тем, что сейчас либо облажается и помрет, либо сделает и будет герой. Интересно посмотреть. Вот. А коллектив и племя не любят этого. Они такие, ты куда вообще? Ты подумал о нас? Как нам последствия этого всего будут вообще? А не надо думать о контуроцентрировании, не надо думать о других людях. Смысл в том, чтобы вот этот вот свой путь идти, потому что иначе мир не будет развиваться, иначе человечество не будет развиваться, ничего не будет развиваться. Просто вот мы затухнем в изведанном уже, потому что ни у кого не будет смелости в неизвестное идти. Вот. Это контуроцентрирование, и это свой путь. Вот этот вот, который не любят. не любят другие люди. Вообще, я вот тут написала, сейчас я буду искать, где я это написала. Не одобряется коллективом и племенем и не понимает никто, кроме таких же чокнутых индивидуалов, не понимает никто. Ты почему не можешь взять просто инструкцию, вот написано 1, 2, 3, и делай, и все будет у тебя хорошо. Вот вот этот вот человек уже ходил этим путем, смотри, он там прошел, у него все в порядке, давай иди тоже этим путем, а мы не можем, а мы не можем. Вот тоже не можешь идти чужим путем, не можешь, технически не получается, невозможно, потому что, потому что не работает, не потому что ты не хочешь, я очень хочу идти чужими путями, вы даже не представляете как, потому что, если кто-то уже сходил, опробовал, дал инструкцию, я по ней сделаю и у меня тоже получится, дайте 2, дайте 10, мне нравится такой расклад, он не получается. Это нравится уму, потому что там все просчитано, там как бы нет рисков, там как бы все понятно и нет никакой неизвестности. Но мы-то с вами сконструированы не для этого, у нас-то с вами джей определён ходить своим путем там, где неизвестное, в одиночестве. Идти своим путем в одиночестве, потому что там никого нет больше на этом пути, никого, никаких других людей. Радует только меня, если честно, что это не единственная моя энергия, у меня ещё три других канала и двое из них коллективных. И поэтому я умею взаимодействовать с коллективом, но когда дело доходит до проявления 2551, там никого. И там до пиздинение страшно, потому что там неизвестность. Так вот, не можешь идти чужим путем. Сколько раз в жизни в своей я пробовала делать что-то по инструкциям? Получилось у меня хотя бы разочек? Хер там плавал. Это меня удручало, честно. Это было очень грустно, это было мне не нравилось. Вот, поэтому нет возможности идти чужим путем. Только своим. И это тоже интересные, интересные последствия в том плане, что хотелось бы, хотелось бы какую-то инструкцию, да, хотелось бы чтобы получалось, хотелось бы чтобы был успех, хотелось бы чтобы реализовывались какие-то идеи. Но если мы эти идеи увидели и приняли решение из ума, эти идеи не смогут реализоваться, потому что внутренняя вот эта энергия это саботаж. Это самосаботаж по сути, но не само, в смысле само, в смысле ума, да, самосаботаж вот этих идей, которые из ума пришли. Потому что, ну это не мой путь, там уже кто-то был, я не буду там первой, я не буду там лучшей, потому что там уже были люди, не хочу туда идти. И поэтому, может быть, кстати, не получается. Потому что, ну я не могу делать так, как делают другие чисто, вот чисто по этой инструкции. Мне всегда нужно делать что-то по-своему, это очень важно. И ну нужно эту энергию не задавливать в себе, потому что, а кто еще будет иметь способность справляться с этим неизвестным, ходить в этот шок, испытывать этот шок. Шокирует, это шокирует тело, это физически страшно, это неприятно, это некомфортно идти этим самым своим путем, но мы способны это выдержать. А если, еще раз, да, я повторю эту мысль, а если способна я, как индивид, значит способна человечество в целом, как вид. Или что это, вид под вид, я не знаю, ладно. Дальше, можно, а вот когда идешь своим путем, страшно кобздец, страшно кобздец. Это не ощущение того, что я сейчас, как это сделал. Ну так тоже можно, так тоже бывает. Но только если ты, ну как бы, вот так вот картинничаешь, как я, потому что внутри страшно. Страшно. Но это страшно не по ощущениям, это страшно скорее вот здесь. Но очень сложно дифференцировать эти ощущения и понять, где ты, да, ментально ты боишься или ты внутренне там чем-то боишься, не суть. Страшно что? Страшно, потому что ты не знаешь, что там. Это раз. И во-вторых, страшно не суметь распознать. А это сейчас импульс, эго, шагнуть. Или это сейчас иллюзия. И это мне голова сказала о том, что смотри какой путь, там никого нет. Пойдем сходим. Тебе же нравится такое? Давай. Потому что очень важно распознавать импульс от вот этих вот идей. Зачитываю. Потому что можно облажаться. Только что сама себе это писала, да, и зачитываю вам. Можно облажаться, когда ты не слышишь импульсы. Можно очень сильно облажаться. Можно смертельно облажаться. Потому что, когда ты перепрыгиваешь через пропасть, летишь. Невозможно перепрыгнуть пропасть на девяносто девять и девять десятых процента. Ты упадешь. Тебе может не хватить сотой, тысячной, миллионной доли процента. И это будет провал. Поэтому страшно. Потому что вот так вот, вот так вот ты летишь, ты шагаешь и летишь. И на полном доверии своей силе ты действуешь по идее. А это же канал из эго-центра. А эго-центру надо держать свои обещания. И вот иметь возможность доказать самому себе сначала, что я способна эту энергию в жизнь реализовать. А потом уже другим доказать. Потому что эго про доказательства. Так вот, когда это из ума, когда эта идея, мы идем и мы способны облажаться. И это очень больно, и это очень страшно. И это подрывает уверенность в себе очень сильно. Вот, кстати, видосик есть про уверенность в себе. Подрывает очень сильно уверенность в себе. Но когда этот импульс настоящий, вот настоящий импульс 25-21, ты способен перепрыгнуть через эту пропасть, даже если ты не видишь ни пропасти, ни другого берега, ничего не видишь. Это доверие вот этому импульсу. Потому что что нужно, чтобы перепрыгнуть пропасть? Одно дело, ты видишь ее глазами. И делаешь какие-то выводы насчет ее там протяженности и того, с какой силой сейчас надо будет скакать. А другое дело, когда ты телом отталкиваешься с одного края и летишь на другой. Между этими вещами связки может вообще не быть. То есть тело может само справиться с этим. А когда ты на этом импульсе делаешь что-то, оно само справляется, твое тело. Потому что G чувствует телом, тело транспортное средство. Тело чувствует куда, в какой, каков твой путь, какая там твоя конечная точка этого прыжка. Тело чувствует. Уму невдомек, он вообще в панике, в шоке. Тело чувствует и оно идет туда. И когда ты можешь вот в это неизвестное, страшное, опасное почувствовать, что а телу спокойно, а телу спокойно. И оно ну вот сюда. Сюда, сюда, давай. Довериться этому и тогда ты шагнешь ровно сто процентов, сто один, сто пять, я не знаю, ты перепрыгнешь. Там нет возможности облажаться, когда это по импульсу тела происходит. Нет возможности. Потому что такова механика. Ты можешь идти своим путем в одиночестве, в шок, да, сталкиваться с этим шоком и неизвестным. Обнаруживать себя там. Можешь? Ну что, ты носитель канала 2551. Вот. Инициация. Что такое инициация? Это, кстати, не инициирование. Энергия, которая инициирует, это 360. Инициирование вообще это манифесторская тема, да? Нет. Инициация это пройти событие какое-то трансформирующее, трансформационное событие. Поэтому 51, да? Шок? Инициация это рождение, да? Инициация это что? Это брак. Это половое созревание. Когда ты был до этого каким-то и стал новым. Вот этот вот шаг. Неизвестное в одиночестве. Вот в одиночестве вот этот шаг делается, а дальше уже да, там может быть социум, там коллектив, племя, все дела. Прекрасно. Так вот, последнее, что я в этом видео хочу вам сказать. Когда ты живешь себя, не изложенного я по стратегии с авторитетом, ты вот по своему дизайну. Если хочешь узнать, как это именно для тебя, как тебе именно по твоей карте жить, по твоему дизайну и что это такое, ссылки в описании. Есть часовая сессия для этого, есть консультация в плане чтения карты, про чтение карты на базовом формате, на углубленном формате. Есть сопровождение. Вот эти вот варианты. Работу со мной для того, чтобы ты узнал от меня или узнала, как тебе жить твой дизайн. Так вот, если ты живешь свой дизайн, живешь себя, ты усиливаешь других, ну усиливая себя, там супер ключ самоусиления. Не супер ключ, а ключ самоусиления. Усиливаешь себя, усиливаешь других. Идти их собственным путем. Вот это самая красота. Когда я могу пройти свою инициацию, это мой путь, я на нем смогла пройти свою инициацию, то когда я нахожусь по стратегии с авторитетом где-то вместе с другими людьми, я обуславливаю их идти их путем, а не моим. Не соревноваться со мной, не конкурировать со мной, потому что это бессмысленно, а идти их собственным путем. И вот это красота. И вот это очень красиво, и это очень воодушевляет и вдохновляет. Потому что если я представляю, как сопротивляются люди, социум, тому, что я вот такая, ну вот такая я, я вот так записываю видосы на YouTube, я вот так рассказываю, я вот так эмоционирую, я вот так жестикулирую, ну вот такая я. Многие этому сопротивлялись. Говорят, ну а что ты не можешь вот как вот-вот, вот курс вот так запиши, мэрика классно работает, инфобизм. А я, ну не мой путь, не мой вариант. Мои другие. Вот группа манифесторов, например, как вариант. Сопровождение индивидуальное, как вариант. Все вот там по ссылочкам в описании. И когда вот это все происходит, мне так вот некомфортно, что они сопротивляются, что они такие, ты что творишь, ты зачем это делаешь, ну ты же нормально себя вести можешь. То я вспоминаю о том, что на самом деле несет этот канал. Этот канал несет усиление мне, всему, что есть в моем дизайне, всему. Когда я иду своим путем, я усиливаю себя. И этот канал несет усиление и им. Понимаете, когда они сопротивляются мне, они пытаются со мной конкурировать, они пытаются еще что-то делать, они, ну вот фигней какой-то страдают. Поэтому я это игнорирую, пропускаю мимо. Я иду своим путем. И когда я пойду своим путем, я буду на нем, вы сможете пойти своим. И вы отвяжетесь от меня, перестанете мне что-то говорить. Потому что когда человек идет своим путем, ему пофигу на то, что делают другие. Я такие, ну если так, то такой вот путь у тебя, ну ладно. У меня вот такой. Вот. Вот так вот я вам рассказала про канал 2551. Это было про личный эксперимент, это было про мои собственные ощущения, это было немножко про теорию. Если вам что-то еще интересно относительно этого канала, вы пишите мне комментарии, я вам на них отвечаю. Если вам что-то интересно относительно в принципе дизайна, хочется, чтобы именно я вам это рассказала, вы пишите комментарии, я вам записываю эти видео, если достаточно много будет комментариев. И также есть всякие разные психологические штуки, которые очень сильно сопутствуют возможности проживать себя, проявлять себя. Вот. То есть вы пишете, я читаю, отвечаю, мы с вами общаемся, красота. Найти мои соцсети, найти возможность со мной связаться, все вот там вот внизу по ссылочкам. Подписывайтесь на канал, еще раз вам об этом напомню. Вроде все сказала. С вами была Вика Манифестер. До новых встреч. Пока.